МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Красная дорожка". Обязательный атрибут самых ярких и торжественных мероприятий во всем мире. В 2010 году с возрождением Одесского кинофестиваля аналог Канн Берлина и Венеции появился и в Одессе. За эти годы мы успели убедиться, что одесситы все меньше хотят сливаться с толпой, а значит, виват индивидуальность даже в рамках строгого дресс-кода. Настоящая красота на красной дорожке – это роскошь, секрет которой таится в уместности. Вы смотрите Одесса Fashion Channel, и сегодня мы представляем рейтинг Soul The Look. Мы поговорим о мировых стандартах внешнего вида на красной дорожке, о дресс-кодах Black Tie и Black Tie Creative. Вот уже пять лет в Одессе проводится рейтинг Soul The Look среди тех, кто удостоился чести пройти по красной дорожке Одесского международного кинофестиваля. Его проводит имидж-мастерская Make The Look и фотостудия Soul Photo. Изначально рейтинг предложил избранным одесситам высокий канон и интонацию. Самые важные, первые и заключающие критерии оценки рейтинга – это гармония и эстетика, согласованность и слаженность всего образа. Отметим, что профессионалы имидж-мастерской Make The Look оценивали только пары, поскольку дресс-код фестиваля предполагает посещение мероприятия только в сопровождении спутника или спутницы. Важно помнить, красная дорожка – это не способ себя показать, а событие, которому нужно соответствовать. Блэк-тай для женщин подразумевает вечернее платье в пол, декольтированное с корсетом или на бретелях, выполненное из ткани глубоких насыщенных тонов – черного, синего или цвета красного вина. Туфли обязательно вечерние на каблуке, волосы должны быть уложены, а не просто распущены. Блэк-тай для мужчин – это черный смокинг такого же цвета галстук-бабочка и кушак. Также шелковые лампасы на брюках, соответствующие лацканам на смокинге. Белая сорочка из хлопка, льна, батиста или шелка со стойкой особого фасона, позволяющей идеально завязывать галстук-бабочку. Допустим и платочек для нагрудного кармана. Туфли должны быть черными, кожаными, на шнурках. Ни в коем случае не лаковыми, так как лаковую обувь носят под фраг. Шестой Одесский международный кинофестиваль снова позволил расширить горизонты строгих правил, установив еще в 2014 году дресс-код «Блэк-тай-креэйтив». Причина банальна – мало кто из гостей строго придерживается «Блэк-тай». А жаль, ведь авторы рейтинга в первую очередь выбирают пары, приблизившиеся именно к этому дресс-коду. Женский наряд «Блэк-тай-креэйтив» может состоять из длинного или короткого коктейльного платья или вечернего торжественного ансамбля. Комплект может быть дополнен шикарной бижутерией или дизайнерскими украшениями. Слегка небрежная прическа в данном случае будет уместной и сможет подчеркнуть уверенность обладательницы в своей неотразимости. Обязательное правило этого дресс-кода – быть блистательной или откровенно шикарной. Мужчины могут надеть смокинг нетрадиционного цвета или дополнить строгий костюм оригинальным аксессуаром. Можно надеть классический смокинг с ярким жилетом или неформальный смокинг с темной сорочкой без галстука. Бабочка может быть не черной, но обязательно должна гармонировать с поясом. Мужчина также может надеть строгий костюм без галстука и черную рубашку. Обуть можно кожаные или бархатные, но ни в коем случае не замшевые туфли. Итак, в рейтинге лучший образ, имидж-мастерская Make the Look и фотостудия SoFoto представляют портфолио образов красной ковровой дорожки ОМКФ-2015 – главной интриги этого лета. КОНЕЦ Одесса – один из самых уникальных городов мира. Не только потому, что у нас представлены все главные бренды одежды, а потому, что одесситы любят хорошо одеваться. Незаангажированный рейтинг SoTheLook позволяет увидеть истинную красоту людей и эстетику образа, имеющую особенную ценность. Рейтинг SoTheLook – это история с продолжением. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok